Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о вечных ценностях – о рыбе, рыболовстве и о потреблении рыбы. Гости нашей студии – Блотский Владимир Николаевич, член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, фракция КПРФ. – Синяков Сергей Анатольевич, директор Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии в 1998-2002 годах и 2007-2008. Савельев Александр Анатольевич, руководитель информационного агентства по рыболовству. И Фомин Александр Владимирович, эксперт рынка морепродуктов. Владимир Николаевич, сначала надо, конечно, начать со статистики. Рыба всегда была, есть, всегда будет неотъемлемой частью нашего рациона. И, к сожалению, вот даже с 2014 года потребление ее сократилось практически вдвое. В 2014 году составляло 22 килограмма, а вот в 2016 по статистике около 14 килограмм. Среднемировое потребление около 20 килограмм. Ну, если взять советское время, то вообще грустно сравнивать. Получается что, что мы потребляем рыбу сейчас даже ниже стран третьего мира? И почему? Ну, сегодня действительно в плане потребительского рынка существует такая проблематика, когда россияне столкнулись, начиная с 2014 года, с резким падением доходов. И, конечно, это отражается на платежеспособном спросе. Если мы возьмем этот же период, итоги работы отрасли, рыбодобывающие компании работают, рыбу добывают, производят, происходит ежегодный рост вылова рыбы. Но, к сожалению, сегодня наши граждане не имеют физической возможности покупать рыбу в наших магазинах, в наших торговых сетях. О ценообразовании мы еще поговорим. Сергей Анатольевич, ну, рыболовецкий флот за последнее время, вот он вылавливает более 4 миллионов тонн. Это много или мало? И как, на ваш взгляд, приватизация рыболовецкого флота идет ему на пользу или нет? Вот в Совкомфлот отложили приватизацию до следующего года. Может быть, на мой взгляд, может быть, ее отложат навсегда, а может быть и нет. Рыбы мы ловим достаточно, чтобы полностью удовлетворить спрос. И как платежеспособный, так и в соответствии с медицинскими нормами потребления. Даже если мы возьмем советскую норму, 23 килограмма на человека, то нынешнего улова при условиях, что, допустим, мы полностью окажемся закрыты, нам хватит, чтобы обеспечить потребление. Поэтому рыба есть. Другое дело, что купить ее становится все тяжелее и тяжелее. Причина этого в том, что наша рыба – это абсолютно экспортный товар. То есть в мире последние 30 лет улов океанских рыб не меняется. Это около 90 миллионов тонн. Есть устойчивый потребительский спрос, есть золотой миллиард, на самом деле даже несколько больше людей, которые всегда обеспечат потребление этой рыбы, и здесь не будет никаких кризисов, как, скажем, на нефтяном рынке. У наших рыбодобывающих компаниях экспорт в доходах достигает 80%. Что касается Совкомфлот, то вряд ли это на что-то повлияет в рыболовстве, поскольку Совкомфлот занимается другими вопросами. Это в основном грузовые перевозки и более всего в нефтегазовом секторе. Может быть, коллеги меня поправят, но я полагаю, что на рыболовство приватизация Совкомфлота не повлияет. А вообще приватизация в этой отрасли, она идет на пользу или нет? Здесь надо вот что сказать, что уже очень давно в рыболовстве, в добывающем флоте практически нет государственного флота. Весь государственный флот – это научно-исследовательские, вспомогательные, спасательные суда. И наши рыбаки флот поддерживают в исправном состоянии. Все, что можно добыть, востребовано рынком, что разумно с точки зрения экономики добывать, добывается. Флот обновляется. Возраст нашего флота порядка 29 лет, что соответствует возрасту флота в странах ЕС, например. Там тоже с учетом экономических трудностей большинство компаний идет по обновлению флота путем модернизации, реновации корпуса, обновления двигателей, нового промыслового оборудования. Но строится, конечно, и новый флот. В этом смысле эффективно. А вот научно-исследовательский флот у нас более 30-летней давности. Практически его нет. Из-за отсутствия научно-исследовательского флота мы можем потерять доступ к ресурсам мирового океана. Именно тот научно-исследовательский флот, который исследует ресурсы. Да. И в отношении этого флота задача обновления не ставится. Поэтому, если говорить о приватизации в плане эффективного собственника, то здесь я бы вопрос больше адресовал к не к рыбодобывающим компаниям, а к государству. В части эффективного собственника. Александр Анатольевич, я помню, еще в наше время, когда я учился в техникуме, проходил практику на заводе, я помню, обязательно были два, как правило, два рыбных дня во всех столовых. Это было и в заводских, и не только в заводских. И потребление рыбы, наверное, я так понимаю, датировалось каким-то образом государством. Ставились определенные нормы, эти нормы выполнялись. А сейчас ничего такого нет и близко. И действительно, мы видим, что по стоимости, я просто сам хожу по магазинам, по стоимости она приближается к мясу. Как вам кажется, насколько это нормальная ситуация? Ведь такого нет нигде. Вот в России есть, а практически нигде нет. Вот видите, мы не случайно, а совершенно логично все время возвращаемся вот к этому основному, главному показателю работы отрасли. К среднедушевому потреблению рыбы. Вот и вы вначале сказали о тех 14 килограммах в прошлом году, о которых говорит Росстат. Но это очень лукавые цифры. Если не сказать, что это вранье. Постольку, поскольку очень легко с арифметическими навыками начальной школы можно взять объем рыбы, которую российские рыбаки добыли. Это последние годы 4,5 или 4 миллиона 700 тысяч. Он в этом году примерно будет тоже, может быть, даже чуть больше. Год от года, кстати сказать, выловы растут. Затем убрать половину рыбы, которая прямиком с промысла уезжает на экспорт. И прибавить к этой рыбе еще порядка полмиллиона тонн, которые приходят по импорту. Я сейчас отдельно скажу про импорт. Но получается цифра, из которой нужно 30% убрать вес голов, то, что выбрасывается в внутренности, обрезь, хвосты и так далее. То, что мы не употребляем в пищу. И, соответственно, поделить, если брать и высчитывать среднедушевое потребление, на количество людей в стране, на 146 миллионов россиян. И вот мы в позапрошлом году, в прошлом году, и уж тем более в этом году, получим цифру просто катастрофическую. Катастрофическую. 10 килограммов. Это нас отбрасывает в начало 60-х годов. Россия исторически страна, которая потребляла в основном из белка. Рыбу, а не мясо. То есть мы, россияне, исторически, так сказать, больше потребляли рыбу. Потому что, понимаете, достаточно взглянуть на карту. Такой страны в мире нет. Ее умывает 14 морей с выходами в три океана. У нас более 2 миллионов озер. Более 2 миллионов рек. У нас 240 видов промысловой рыбы. 240 видов. Каждый день можно менять. Ни разу в течение года не повторится. Кстати, насколько я помню, в Советском Союзе потребление было, вылов, по-моему, порядка 14 миллионов тонн. 11 миллионов. А, 11 миллионов. Но, понимаете, в Советском Союзе очень большое количество... Во-первых, у нас и было 250 миллионов. Во-вторых, большое количество рыбы шло на муку и кормили животных. Вот, в зверосовхозах особенно, пушнину и так далее. Сейчас у нас другая проблема. Рыбы огромное количество. Мы больше половины вывозим за границу. Понимаете? Но у нас есть такие морепродукты, которые мы даже вообще не видим. Крабы, например. Которые все идут на спор. Маски, серые ежи и так далее. Мы об этом еще чуть попозже поговорим. Александр Владимирович, а вот на ваш взгляд, санкционная политика в отношении нашей страны, она отрицательно или положительно сказалась на рыболовстве? В принципе, я вот по магазинам сейчас санкций никаких уже не чувствую. На самом деле вопрос неоднозначный, поскольку по каким-то позициям действительно она сработала на пользу. Ну, например, да, из-за того, что ограничили поставки сельди из Кумбрии, из Норвегии, из Исландии. Соответственно, переориентировались дальневосточные рыбаки, начали поставлять свою отечественную продукцию на внутренний рынок. И, ну, здесь, скажем, хороший толчок. Второй момент – мелкосельдевые. Вот тоже то, что закрыли страны ЕС, Прибалтику. Ну, тут еще Крым подмог, поскольку присоединилась такая серьезная когорта рыбаков, и увеличили вылов мелкосельдевых, спроты, кильки, вот все такое. В два раза. Но, с другой стороны, есть и отрицательные моменты. Ну, во-первых, по части импортов, ну, я один пример приведу, да, креветка, например. Все-таки раньше примерно 50 тысяч тонн креветки импортировалась дикой, океанической, замечательного качества. И она была вполне доступна населению. Мог ее купить не только там богатый человек, а средний класс, а и по праздникам и малоимущие слои населения. Сейчас, к сожалению, из-за закрытия вот этой дикой креветки из Канады и США, она заместилась креветкой из Юго-Восточной Азии. Цена примерно та же, но качество несопоставимо хуже. И, в принципе, вот эти вещи пока не регулируются, хотя надо их регулировать, чтобы зачастую это некачественный продукт, и даже опасные для здоровья. И надо эти вещи как-то регулировать. Поэтому сказать, что прям совсем заместили все виды продукции и импортозамещение проблемы мы решили, этого, конечно, нет. В целом, наверное, на нашей отрасли это положительно сказалось, потому что если кто-то уходит, кто-то должен прийти. Ну, на ком-то положительно. Допустим, на этих отечественных рыбаках, потому что у них снизилась конкуренция. На каких-то предприятиях отрицательно. Владимир Николаевич, но хотелось бы вернуться к вопросу о приватизации. Не так давно вице-премьер Шувалов первый раз сказал, вот за долгие годы я первый раз это услышал, что, оказывается, государственная собственность, особенно в нашей стране, является подчас эффективнее частной собственности. Вот на ваш взгляд, как сказалась приватизация на рыболовецкой отрасли? Ведь в советское время, вот мы все время сравниваем, а с чем нам еще сравнивать? Мы сравниваем, мы видим, что эффективность была высокой. Сейчас эффективность, на мой взгляд, не такая высокая. Вот на ваш взгляд, положительной или отрицательной сказалась приватизация? Появился ли эффективный собственник? И может быть, нужна какая-то национализация в этой отрасли? Уважаемый коллега, я вам отвечу следующим образом. Когда мы говорим о рыбодобывающей отрасли в целом, надо отметить, что приватизационные процессы были уже завершены к середине 90-х годов. И, соответственно, государство, в принципе, полностью вышло из данного сектора экономики. И можно даже так сказать, что многие предприятия, они были брошены на произвол судьбы. Потому что начались процессы приватизации, акционирования, но люди не привыкли работать в новых рыночных условиях. Предприятия вынуждены были столкнуться не просто с серьезной конкуренцией внутри России, а прежде всего с серьезной конкуренцией на мировых рынках. И я вам хочу сказать, несмотря на те негативные последствия, которые были в начале 90-х и в середине 90-х, к началу 2000-х годов, именно в связи с изменением принципа законодательства рыболовства, когда был закреплен исторический принцип, у отрасли появился горизонт планирования на 10 лет. В результате многие рыбодобывающие компании сегодня работают на одном уровне с ведущими рыболовецкими державами мира. То есть мы сегодня спокойно конкурируем с ЕС, США, Канадой, Японией. Поэтому сегодня рыбодобывающая отрасль занимает свое достойное место. А какой там процент все-таки национального, ну, государственного капитала? Или она полностью теперь приоритизирована? Сегодня я не знаю ни одной государственной компании рыбодобывающей, которая бы принадлежала государству. Сегодня нет таких компаний. И вы считаете, что национализация в этой сфере не нужна? Смотрите, сегодня данные компании являются частными компаниями. Они выполняют обязательства, которые принимают перед государством. Это что? Обеспечить рабочие места, обеспечить современный рыбоперерабатывающий флот, который может осваивать предоставляемые водные биоресурсы, выплачивать налоги. Если предприятие отвечает данным критериям, и оно успешно работает, ну, зачем ставить вопрос о какой-то национализации? К чему это приведет? К переделу собственности? Ну, наверное, давайте исходить из того, что есть конституция, есть федеральное законодательство, и мы должны научиться соблюдать закон. Я хочу отметить, что подавляющее большинство водных биоресурсов, которые вылавливаются в России, осваиваются крупнотоннажным флотом. Для того, чтобы построить крупнотоннажный траулер, необходимы огромные вложения. Ну, я вам просто могу привести пример, что крупнотоннажный траулер – это судно длиной свыше 100 метров. Его примерная ориентировочная стоимость составляет порядка, ну, от 4 миллиардов рублей. Вы представляете, да, что несмотря на те банковские ставки, которые сегодня существуют, строительство данного судна и срок его окупаемости будет составлять те же там 15-15 лет. Поэтому это очень серьезные инвестиции, очень серьезные вложения. Сегодня государство само не справится с решением данной задачи. Частные компании, я уверен в том, что справятся, у них есть инвестиционные программы. Только я бы не согласился вот с чем. Дело в том, что владельцы, частные лица вот этих компаний, они вбили в голову всем почему-то, что нужно обновлять флот. Знаете ли вы, что флот в России моложе, чем, например, в Японии или чем в Соединенных Штатах? У нас флот не надо обновлять, понимаете, надо обновлять силовые установки, промвооружения, перерабатывающие мощности, навигационные оборудования. А флот у нас молодой, больше того, у нас более 2,5 тысяч судов. И они больше половины пришвартованы, рыбы столько нет. Александр Анатольевич, а зачем тогда обновлять флот? Ведь это же большие затраты для частного бизнеса, это же дополнительная нагрузка. Изменилось законодательство. Мы сейчас не говорим о том, почему оно изменилось, но 3 июля 2016 года были внесены концептуальные изменения в действующие законы рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Конечно, я тут соглашусь с коллегой, что многие рыбодобывающие компании негативно восприняли это почему. Потому что у них и так есть современный рыбопромысловый флот, и сегодня заниматься строительством нового флота, это, соответственно, новые затраты. Новые затраты и срок окупаемости достаточно долгий. Но, тем не менее, государство провозгласило принцип, что 20% по определенным видам водных биоресурсов будут отдаваться на инвестиционные цели. И поэтому ряд рыбодобывающих компаний для себя просчитали, что они могут претендовать на эти 20%, 15% дается на строительство судов, 5% дается на строительство рыбоперерабатывающих заводов. И каждый для себя рассчитывает экономические риски, принимает решения и, соответственно, участвует в данной программе. Но сегодня многие компании рыбодобывающие в результате вынужденной жесткой конкуренции на мировых рынках и так имеют современный рыбопромысловый флот, пусть даже не новый, но модернизированный, который отвечает всем техническим характеристикам и всем нормам по производству продукции. Все-таки, Сергей Анатольевич, вот если вернуться к рыбным квотам, какой механизм распределения этих квот? Насколько он справедлив, насколько он правильный? И действительно ли он так совершенен, как об этом говорит наш министр Ткачев? Я так понимаю, что вы вопрос мне задаете в связи с обновлением. Флота в этом контексте. Немножко истории. В 90-е, начале 2000-х годов не было правил. Наше рыболовство пришло к низшей точке своего развития, в общем-то, из-за правового хаоса. Каждый год рыбак был не уверен, будет ли у него квота или нет. А без квоты судно – это не источник прибыли, а источник убытков, металлолом. И в 2003 году, в конце 2003 года вышло два постановления – 704 и 768, которые дали начало закреплению квот. Дальше был принят закон 166 федеральный, который как идею, как принцип провозгласил исторический принцип. Суть которого заключается в следующем. Вот есть некий период лет, предшествующих данному. У рыбаков есть история вылова. Эта история складывается в общий котел. Каждый рыбак получает свой процент. И в зависимости от того, какое количество рыбы можно выловить, есть понятие общего допустимого и то улова, рыбак получает свой процент. Это была понятная и принятая рыбаками схема. Именно после этого начался рост уловов, обновление флота и так далее. И это значительно уменьшило произвол чиновника в, как сказал коллега, горизонт планирования получили. Наш флот сейчас, я уже говорил, что он по возрасту, как в ЕС, 28-29 лет, он полностью решает поставленные перед ним задачи. И рыбаки по мере необходимости обновляют его. То есть, когда 2012-2013 год сальдированный финансовый результат составлял 10, 15, 17 миллиардов рублей в отрасли, даже тогда его могли обновлять. Сейчас, в связи с изменением курса и так далее, финансовый результат 50 миллиардов и выше. Тем более, могут его обновлять самостоятельно. Но было принято решение, согласно которому у всех рыбаков изымается 20% квот. Изымается? Изымается. Рыбаки это называют квот и подкиль. Есть такое выражение. И дальше, на основании некоторых критериях, они, по сути, выделяются группе избранных компаний на обновление флота. Если говорить коротко, то, по сути, это некое создание нового мира торга в рыболовстве. Но не сказать, что это рыночный механизм. Да, конечно. Это совсем не рыночный механизм. Этот механизм был главным вопросом, который обсуждался на госсовете 19 октября 2015 года. Я был членом редакционной группы и готовил экономическую часть доклада, в отношении которого представители администрации президента сказали, все понятно, вопросов нет. А вот выводы к докладу непонятно, как будто бы они из другой книги. И обновление флота, квоты подкиль, это как раз выводы доклада. Все рыбацкое сообщество, все ассоциации, все крупные предприятия были категорически против. Эта позиция была консолидирована. Ее неоднократно обсуждали на промежуточных заседаниях, когда готовился итоговый доклад. Но есть понятие административного ресурса. Вы можете говорить, а мы будем делать. Караван идет, как говорится. Собакой оказались рыбаки. Конечно, некоторые компании, которые поняли безвыходное положение, они присоединились, перешли на ту сторону в расчете на то, что они тоже получат какие-то инвестиционные квоты. Я названия не буду говорить этих компаний. А я скажу, русская рыбопромышленная компания. Ну а почему нет? Если государство что-то решило, то оно все равно дожмет. Если необходимо узнать определенные правила. А о том, чей флот, это частный бизнес. И он себя в рыбной отрасли чувствует просто великолепно. Александр Анатольевич. Великолепно. Понимаете, чувствует себя. Я бы хотел... Другое дело, что государству от этого и людям от этого. Людям от этого 10 килограммов в год. И государству бублик. Вот и все. Весь результат этой роскошной деятельности. Рыбу все увозят за границу. Понимаете? А нам привозят... Вот продолжая, так сказать, вопрос, на который коллега отвечал, да? По импорту, да? А нам привозят дрянь аквакультурную. Пангасиус, Тилапию, Сибас, Дорадо, семгу из садков выращенную. Мы просто за счет того, что отнимаем у одних рыбаков, позволяем группе избранных рыбаков обновить свой флот. Причем, когда говорится, что этот флот будет построен на российских верфях, это тоже лукавство. На российских верфях строится корпус, иногда двигатель российский, но чаще всего дизели тоже импортные. А все остальное, что составляет 70% стоимости судна, это рыбопоисковое, навигационное, рыбопромысловое оборудование. Это все импорт. Александр Владимирович, про Михаила Зуба, это член Совета директоров Муровинского рыбокомбината, который, если верить ему, правдами и неправдами героически проник на конференцию к Владимиру Владимировичу Путину, обманул охрану, очень драматично выступил. Видно, что у человека это действительно реально большая проблема. А в чем, собственно, проблема? Почему потребовались такие экстраординарные методы? Что он хотел, чего добивался? Какие проблемы там существуют? До введения санкций он работал в основном на импортном сырье. И когда было введено эмбарго, соответственно, он лишился этого сырья и оказался в очень сложном финансовом положении. А сейчас, насколько я понимаю, тот вопрос, с которым он вышел, это чтобы получить также инвестиционные квоты. И, кроме того, он поднял концептуальный вопрос, почему на обновление флота отправляется 80% квот, а на береговые предприятия 20%, если президент говорил о другом. Ну, на самом деле, я не совсем согласен с его позицией, потому что реально там то, что в законе прописано, собственно, так Росрыболовство и действовало. И вопрос береговой переработки, он тоже достаточно спорный. Потому что, ну, зачем нам строить береговые предприятия, если у нас сегодня действующие, оставшиеся из Советского Союза, они загружены всего там на 30-40%. Постройка новых, она сомнительная эффективность. Другой вопрос о том, что в целом надо рассмотреть, как политику поменять, что делать с этими заводами. Есть ли смысл на берегу перерабатывать или все-таки пойти по пути более эффективному производству качественной продукции в море? А что, вот эта проблема, она действительно требует вмешательства президента, действительно такая, что необходимо нарушить нормы охраны, проникнуть на пресс-конференцию? ЗУ, по крайней мере, продемонстрировал схему, которая работает. Если вспомнить прямую линию в прошлом году, тогда прославился рыбокомбинат с Шикотана, Островной. После чего начались аресты, разборки и так далее. Но сейчас вроде до этого не дошло. Можете представить, какие теперь планы строят рыбаки на следующей встрече президента? Александр Владимирович, действительно ли это требует вмешательства президента? Ну, на взгляд Зуба, конечно, требует. Он, в принципе, насколько я помню, Михаил Азиославович, он вообще такой своеобразный человек, очень с активной жизненной позицией. Он всегда пробивается на какие-то совещания, и поскольку он уже обращался в Росрыболовство, его не услышали, то, соответственно, он выбрал путь достучаться до президента. Хотя я согласен, что там поднимались, с точки зрения концептуальных вещей, вопросы правильные. Действительно, Владимир Николаевич, есть позитивные процессы, мы их отрицать не будем. Мы как раз не из тех, кто, как говорится, огуль нахаивает. Но вот я, как потребитель, как человек, который ходит по магазинам, действительно вижу, что рыба дорожает, что она по стоимости, как я уже говорил, приближается к мясу. Я понимаю, что это рыночные механизмы. Но что делать? Что делать, чтобы наше население получало достаточно хорошие рыбы по доступной цене? Ведь действительно получается, что рыба дорожает и замещается некачественными товарами. Ну, вы действительно поднимаете сложнейший вопрос. Самый близкий к народу, как говорится. Это основа основ. Вот, конечно, я уже сказал о платежеспособном спросе. Сегодня мы видим, что рыбодобывающие компании, они являются частными компаниями. Они находятся в свободной рыночной среде. Они вынуждены выживать. Они вынуждены выживать, совершенно верно. Если бы мы сказали о том, что создается какой-то искусственный дефицит, этого нет. Но давайте вот из чего исходить. Вот возьмем, допустим, оптовые цены на такую рыбу, как путасу. Оптовая цена на путасу составляет у рыбака 40 рублей на холодильнике. Но мы нигде не увидим в розницу путасу по 40 рублей. Путасу будет минимум стоить в рознице 80 рублей за килограмм. Это даже дороже. То есть, соответственно, и это я вам сказал самую минимальную цену. Что получается? Что в результате рыбопромышленная компания имеет крупнотоннажный флот, осваивает данный водный биоресурс, оплачивает налоги, выплачивает зарплату морякам, везет в Россию данную рыбу, продает по 40 рублей за килограмм. В торговой сети данная рыба стоит в 2, а то и в 3 раза дороже. Получается, что в результате логистических схем, посредников, накруток торговых сетей абсолютно становится рыба недоступна для нашего населения. И, естественно, это же не вина рыбака. Они свою задачу выполнили. Правительство, власть, они вообще видят эту проблему? Или все отдано на откуп рынку? Как-то собираются иметь положение? Конечно, проблему видят. Проблему видят, но механизм ее решения очень непростой. И те попытки, которые есть в плане изменения закона о торговле, к сожалению, пока результатов реальных для нашего населения это не дало. Потому что как были торговые наценки, превышающие вообще норму рентабельности производителей, так они и остались. Те же бонусы ретро, они скрываются другими формами об оказании услуг и так далее и тому подобное. И здесь, конечно, предстоит еще большая работа. Давайте посмотрим, дорога цена или нет. Первое. Пойдем от себестоимости сначала. Рыбу выловить – это выйти в море, заправить судно судовым топливом. Это основной компонент. Вот вспоминается треска по 60 копеек. Треска по 60 копеек при цене судового топлива тогда не более 6 копеек за килограмм – это 6 килограмм судового топлива, 6 килограмм солярки. Сейчас цена трески, зуб называет, 300 рублей. Судовое топливо – 40 рублей килограмм в море, на бункере. 7,5. То есть подорожала рыба или нет с точки зрения себестоимости. Это первый вопрос. Второе. С точки зрения оптовой цены. Посмотрим оптовые цены во Владивостоке, в Мурманске. Посмотрим оптовые цены на мировых рынках. И мы увидим, что оптовая цена той же трески, она не сильно… Причем, конечно, на мировых рынках это треска, не накачанная водой. 150 рублей. Нормальная цена, когда это оптовый рынок, все-таки надо говорить, что есть затраты на хранение на холодильнике в портах, есть затраты на перевозке. Если разложить все затраты в виде наценок, возьмем наценку за 100% и возьмем дальневосточную рыбу. В этой наценке 100% затраты на транспорт составляют примерно 10%. Я прошу прощения, вы говорите об абсолютных величинах. А если поговорить об относительных, рыба по стоимости приблизилась к мясу, такого не было ни в Советском Союзе, ни сейчас в разных странах. Давайте посмотрим оптовые цены на рыбу и на мясо, и мы увидим, что у нас в России в этом смысле пропорции не нарушены. Я бы здесь вопрос адресовал не к цене рыбы. Конечно, регулировать наценку надо. То есть в конечной цене стоимость рыбака составляет вряд ли более 30%. Как правило, 30% до 40%. Но остальное плечо роста цены, это тоже объективно. То есть его устранить нельзя. И просто так, хотя много к торговым сетям претензий, в том числе это иностранные в основном торговые сети, но тоже сводить к этому нельзя. Если мы вступили в ВТО, а что такое ВТО? Это, по сути, декларирование мнимого равенства в условиях торговли за счет внедрения истинного реального неравенства в условиях производства. Мы не можем ни датировать, ни ставить какие-то нужные нам протекционистские барьеры. Поэтому наша задача, раз мы уже сказали А, вступлением в ВТО, то, б, мы должны обеспечить своего покупателя. То у нас ни рыба, ни конкурента способна, а покупатель не конкурента способен. Почему? Да потому что нет рабочих мест. Вот президент говорит… Неплатежеспособен он, наверное, в России. Да, неплатежеспособен. Но и не конкурента способен, по сути, по сравнению с его конкурентом за рубежом. Президент говорил, 25 миллионов рабочих мест. Где они? Они бы позволили купить. Вместо 25 миллионов рабочих мест, высоко квалифицированных, Собянин у нас обнаружил 15 миллионов лишних на селе. Вот 25 плюс 15, уже 40 миллионов треску купить не могут. Вот. Поэтому в нынешних условиях, в тех законах, которые мы приняли, только одна задача – создать конкурентоспособного покупателя за счет создания рабочих мест в реальном секторе экономики. Что у нас получается? Я хочу добавить, что у нас получается? У нас за 9 месяцев этого года рекордная прибыль банковского сектора – 870 миллиардов рублей. В то же время количество обанкротившихся предприятий за 9 месяцев уже превысило количество обанкротившихся за вес предшествующий год. То есть в реальном секторе денег нет, в банковском есть, 10% населения владеют 90% богатства. Вот и ответ на весь этот вопрос. Мы как раз задали вопрос примерно в тему нашим зрителям на сайте. Я сейчас познакомлю вас с результатами. Вопрос такой. Почему в России омываемые 13 морями дорожают морепродукты? Из-за неконкурентоспособности российской рыбы – 1%, из-за изношенности рыболовецкого флота – 3%, из-за засилия спекулянтов – 12%, из-за того, что рыба гниет с головы – 84%. Александр Анатольевич, ну, как бы вы могли прокомментировать эти результаты? Все-таки последний вопрос. Там рыба имеет скорее фигуральное значение. Но вы согласны с тем, что это системные проблемы? Это не проблемы конкретно рыболовства, рыболовецкого флота? А действительно, если у нас нет денег, это уже не проблема рыболовов? Я согласен с размышлениями, как говорится, коллег. И больше того, так сказать, добавлю, что вот такой популярный в новогодние рождественские праздники продукт, как красная икра, на этом примере поясню, как она, так сказать, достигла цены в 6 тысяч рублей. При том, что порядка 18 тысяч тонн красной икры российские рыбаки добыли, что называется, в крайнюю путину. При том, что порядка 5 тысяч тонн красной икры не продали еще с предыдущей Путины. И плюс 3 тысячи тонн привезли с Аляски. То есть, товарные запасы красной икры в два раза превышают традиционный спрос в России. То есть, она в два раза должна была подешеветь. Но она в два раза подорожала. Ровно как раз, как 12% телезрителей говорит о том, что это спекулятор. Исключительно спекулятивные действия. Исключительно спекулятивные действия. Понимаете, бизнес по природе своей эгоистичен. Он нацелен на излечение максимальной прибыли. Совершенно верно. Соответственно, что, так сказать, произошло? В середине октября глава Рыбного союза Сергей Гудков сказал, что к Новому году красная икра подорожает. Весь рынок это воспринял как приказ. И она в ноябре ровно в два раза и подорожала. Мотив спекулянтов заключается в следующем. Вот объявили там 6 тысяч. Поэтому, так сказать, когда покупатель приходит в магазин и видит по 3, ему кажется, что это вообще на самая нормальная дешевая цена. И он даже не вникая в срок годности. Хотя это икра, уже ее выкидывать надо было. А это прошлогодняя икра. Что касается мнения 84% телезрителей, я скажу, они, конечно, правы. Поскольку, так сказать, именно действия регулятора и должны сводить к минимуму, так сказать, вот эти вот алчные действия, так сказать, спекулянтов и умерять аппетит бизнеса. Александр Владимирович, такое впечатление, что регулятор как раз другие цели перед собой ставит. И складывается впечатление, что с рыбой происходит то же самое абсолютно, что с нефтью, с газом, с лесом, с металлом. Выгодно все продать за рубеж, потому что там есть платежеспособный спрос. И нам остаются уже ошметки и остатки. И возможно ли вот в этой сфере, это все-таки сфера обеспечения жизнедеятельности, возможно ли здесь только рыночные механизмы или нужно вмешательство государству? Иначе, конечно, они все продадут за рубеж, и я их понимаю. Ну, непростой вопрос, но доля правды как бы в этом есть. Вот вы задавали вопрос, стоит ли национализировать ресурсы. Я согласен с коллегами, что сейчас эффективность добычи, она, несомненно, лучше, чем была. И более быстро технологии все принимаются, и конкуренция обеспечивается. Но, что было важно, вот именно в советские времена, Минрыбхоз, это, собственно, было Министерство людного хозяйства, оно представляло из себя государственную корпорацию, которая отвечала за все вопросы, начиная от вылова, производства продукции, ее поставки, и в последние годы даже реализация шла через них, вот эти магазины «Океан». То есть, это был монстр отрасль, которая регулировала все вопросы. Сегодня, к сожалению, ну, я бы не сказал, что во всем виноват только регулятор, поскольку регулятор сегодня отвечает за очень узкие полномочия, собственно, только распределение квот, проведение исследований. Регулятор мало что регулирует. А на самом деле, собственно, за доставку продукции населению он не отвечает, за регулирование экспорта и импорта тоже не отвечает, и за реализацию тем более не отвечает. А правительство, да, действительно, вот в этой системе, по идее, все это вопросы правительства, которые должны какими-то действиями все ведомства координировать и все-таки решать те задачи, которые важны для нашего населения. Но, к сожалению, система управления, она сегодня не выстроена должным образом. Это касается не только рыбы, а, пожалуй, всего. Поэтому, безусловно, какая-то координация должна быть. Вопросы кормления населения нужно мешать и менять. И самое главное, мы все ждем, когда в том числе об этом задумываются, поскольку, действительно, если говорить о рыбной отрасли, то в части рыбаков, которых мы сегодня обсуждаем, уж они, поверьте, не самые главные виновники. Так мы их и не обвиняем. Они в определенной системе, где есть определенные правила. И еще один момент, я хотел бы добавить, тоже второе положительное качество, которое решал Минтрепхоз в свое время. Да, я согласен с коллегами, что есть разные объекты промысла. Есть путасу, которая копейки стоит, ее очень тяжело добывать. Есть и в Оси, и скумбрия. Вот, собственно, в Советском Союзе мы ловили миллион тонн. Вот второй год уже эти запасы начали подходить. Сегодня регулятор Росрыболовство говорит о том, что мы выловили 70 тысяч, может, чуть больше будет к концу года. Но это смешно. Потому что, на самом деле, еще лет 10 максимум будет эта рыба, а миллион мы уже не поймаем. Очевидно. Потому что у нас нет ни флота, ничего. Но, с другой стороны, есть супер рентабельные объекты, может быть, тоже вот сейчас дискуссия идет по крабовым квотам, где там рентабельность 1000%. И в рамках Минтрепхоза это все решалось. То есть, все шло в общую кубышку, плюс колоссальные государственные дататы шли. И за счет этого выстраивалось примерно одинаковое... Если, подводя черту, государственное регулирование этой отрасли все-таки нужно увеличивать. Или оставить... Конечно, нужно. Понимаете, в руках регулятора такие инструменты, как, например, сборы налоги. Мы все время говорим о том, что рыба уходит на экспорт. Слушайте, в Министерстве сельского хозяйства есть департамент, внимание, регулирования продовольственного рынка. Так? А почему они не регулируют? Почему они, например, не уберут вот это вот льготное налогообложение, о котором, кстати сказать, на госсовете в 2015 году президент поручение давал убрать? Что вы думаете? Демонстративно не исполнено поручение. И мы продолжаем наблюдать, как рыба туда идет. Понятно. Вот, кстати, Владимир Николаевич, как рыба туда идет? Мы на одной из наших программ обсуждали там нефть и газ. Столкнулись, например, Германия покупает в России гораздо больше нефти и газ, чем вроде как мы их продаем. Вот Китай утверждает, что он покупает у нас в России краба дальневосточную на 2 миллиарда долларов. А по нашей статистике мы ему ничего не продаем. Значит, это контрабанда, значит, это криминал. И бюджет, естественно, ничего от этого не получает. На ваш взгляд, насколько эта проблема актуальна? Я уверен абсолютно, что кроме краба по другим позициям такая же картина. Я не скажу, что существует эта проблема с крабами. Существует вообще общая проблема для всех рыбаков. Есть недобросовестные, есть браконьеры. Данная проблема может существовать и в каждой стране. Но для этого регулятор и должен наводить порядок в этой сфере, и борется, и наводит порядок. Конечно. Сергей Анатольевич, а как вы считаете, насколько эта проблема актуальна? Вообще, ну, одно время очень много даже снималось фильмов о том, как вот в этой отрасли процветает браконьерство, там чуть ли не бандитизм и криминал. Я не думаю, что рыболовство более криминально, чем другие отрасли рынка. Но, тем не менее, как с этим обстоят сейчас дела? Какой процент подконтролен мафии, криминалу? Сколько недополучает бюджет? Во-первых, вопрос нелегального вывода за рубеж и так далее. Это очень модный вопрос, который, как правило, используется для того, чтобы что-то переделить. Он не только рыболовству касается. Я почему про нефтегаз-то и вспомнил. Первое. Второе. Что касается 2 миллиардов долларов, то если представить, что весь дальневосточный краб уходит нелегально, то это все равно не получится. А как вы понимаете, если нелегальные есть, то это какие-то небольшие проценты. Третье. После того, как квоты оказались закреплены на 10 лет, и в законодательстве четко прописано, это прописано четко, что грубое нарушение в виде браконьерства, неучтенного вылова ведет к лишению квот, то добросовестные пользователи не идут на браконьерство. То есть надо, сейчас надо так сказать, что в промышленном рыболовстве проблема браконьерства преувеличена. Александр Альбович, а вы как оцениваете, если вкратце, просто время программы уже подходит к концу, вы как оцениваете вот эту проблему? Россия подписала со всеми государствами, практически со всеми, ну вот близлежащими, соглашение по пресечению незаконного, несообщаемого и нерегулированного промысла. Действительно, так сказать, очень многое, много порядка, так сказать, наведено в отрасли, в части добычи, реализации продукции, так сказать, за границу, но то, что там творится, ну вы сами видите, так сказать, тысяча процентов рентабельности. Вы можете себе представить, что это такое, да? Биткоин отдыхает. Понимаете? Существует огромное количество... Такая рентабельность для криминалов всегда привлекательна. И с биткоином, и здесь. Совершенно верно. Поэтому, так сказать, все эти экспортные операции, там существует масса всяких возможностей. Не просто отправить на экспорт, например, положить на два года на холодильник в Пусан, в Корею, там. Или еще разные схемы существуют. Я даже не хочу, чтобы мы соперничали в фантазии этих, так сказать, криминальных схем, да? Но государству важно понять, что пора, пора умерить аппетит и экспортеров, и особенно, так сказать, крабовиков, да? Тысяча процентов, воля ваша, но это уже зашкаливает всякие, так сказать, разумные пределы. При том, что, так сказать, российский потребитель, крабы этого вообще не видят, а государство от этого не получает налоги. Дорогие друзья, время нашей программы подошло к концу. Я задам один и тот же последний вопрос. Просьба отвечать прям буквально вот да, нет. Александр Владимирович, способна нынешняя власть в рамках нынешней системы обеспечить порядок в рыбной отрасли и обеспечить нас дешевой и доступной рыбой? Я не уверен. Посмотрим, что будет после выборов, если поменяется как-то структура правительства в целом и появятся какие-то люди толковые. Но вот за прошедшие три года каких-то положительных движений в этом направлении я не вижу. Нет, не способна однозначно, поскольку сам глава государства прекрасно знает, что главой отрасли является сын его спортивного прошлого. Человек вообще не профессионал, да? Он что, не понимает, что футболиста нельзя назначать на главу Росрыболовства? В результате у нас ни футбола, ни рыбы. Вот и все. Сергей Анатольевич. Пока не отменит цезис о том, что 15 миллионов лишних на селе, пока он не будет отменен и пока не будет создано 25 миллионов высокотехнологичных мест, ну я метафорой говорю, то нет. Но работа правительства оценивается положительно. Значит, перемен не видно. Вывод нет. Не нами оценивается. Владимир Николаевич. Будем надеяться, что рыбодобывающая отрасль будет развиваться нормально и все-таки действительно рыба дойдет до нашего российского потребителя. Будем надеяться, что будем с рыбой, вернемся к рыбным дням. А с вами была программа «Точка зрения». Я, ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова